МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 90-е они едва не поставили на колени весь мир, бросив крышевать ларьки и освоив трансатлантические поставки оружия, наркотиков, алмазов и нефти. Во главе с этими авторитетами русская мафия купалась в сделанных на крови миллиардах. Так было, пока лучшие спецслужбы мира и владельцы мирового капитала не вынесли им свой приговор. США, Нью-Йорк, 12 марта 2012 года. Федеральный суд. Оглашается приговор россиянину, которого американская пресса прозвала оружейным воронам, торговцам смертью, другом Бен Ладена и последним генералом русской мафии Виктору Буту. Торговлю оружием, данные оружия, RPG, ракетные комплексы, комплексы типа земля-воздух. Не имеем в отношении по миграции. Коллегия присяжных признает обвиняемого виновным по всем пунктам. И в пособничестве террористам, и в нелегальной торговле оружием. Судья Широ Шейли берет, как всем кажется, формальную паузу перед оглашением вердикта. Даже россиянин смирился с тем, что ему грозит пожизненное заключение. Но решение судьи всех буквально шокирует. 25 лет тюрьмы. Минимальный срок для Виктора Бута. Четверть которого он уже отсидел в изоляторах. А значит, у него еще есть шанс не закончить свои дни в тюремных застенках. И в деле русской мафии не поставлена точка. Почему Бута приговорили к минимально возможному наказанию? Сенсационные подробности процесса. Чего теперь стоит опасаться его противникам? За что на самом деле Бута упрятали за решетку? Как его арест связан с терактами 11 сентября, унесшими жизни 3000 человек? И что на самом деле разрушило часть здания Пентагона? Такое разрушение не мог нанести самолет. Это было что-то другое. Как русская мафия стала костью в горле закулисного мирового правительства? Сэр, мы пытаемся выяснить, кто это делает. А вот я уже все выяснил. Эксклюзивные кадры из личного архива Виктора Бута. За что он поднял свой последний тост на свободе? Вот это традиция такого хорошего воинского братства. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире? Братся в мафии! Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека? Куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? Бак бензина всегда должен быть полный. То есть ты время от времени заезжаешь, даже доливаешь его. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? История постарали, дай бог, чтобы я ошибался. Вся правда о так называемой русской мафии. Сенсационные подробности самых громких преступлений, оказавших влияние на весь ход мировой истории. Рассекреченные документы спецслужб и эксклюзивные материалы по секретному делу Виктора Бута. Правда, которую скрывали десятки лет. 1990 год. СССР на грани развала. Большая часть населения на грани голодного обморока. И тут появляются они. Огромные, сочные и такие аппетитные куриные окорочка из США. Они гораздо дешевле отечественного бройлера. А где-то вообще их сравнить-то не с чем. Ими запасаются впрок. Покупают коробками. Но окорочков хватит на всех. Ведь эти курицы выращивались для внутреннего рынка США. Где мясо птицы потребляют гораздо больше, чем в СССР. Только вот американцы едят исключительно белое мясо. Ножки не в почете. В них концентрируются антибиотики и гормональные препараты. Но не пропадать же добру. Джордж Буш-старший договорился с Михаилом Горбачевым о поставках ножек в страну Советов. Их так и прозвали ножки Буша. Продавая вторсырье, семья 41-го президента США ежегодно выкачивала из немощной экономики СССР, а затем России, по миллиарду долларов. Но продовольственная статья доходов далеко не единственная в бюджете семьи Буш. Оружие и нефть. Вот что делает старость в радость. Буши владеют настоящей нефтяной империей. Их компании добывают черное золото в Катаре, Кувейте, Египте. Мало кто знает, но первая нефтедобывающая корпорация семьи Буш была создана на деньги, внимание, Адольфа Гитлера. Существует целый ряд фактов, которые никто даже не собирается опровергать. В конце 30-х годов прошлого столетия дед Джорджа Буша, младшего Прескотт Буш, управлял крупнейшим в Нью-Йорке банком Юнион Банкинг. Этот банк входил в финансовую империю немца Фрица Тиссона, который активно финансировал нацистов и продвигал Гитлера на политические алики. Престон Буш активно поставлял Тиссону нефть, а также снабжал его беспроцентными кредитами. Их связь установили в ходе крупномасштабного расследования в 1943 году. Этот факт старательно умалчивается. Но тогда Прескотта Буша хотели посадить за решетку. Избежал наказания дед Джорджа Буша-младшего благодаря своему адвокату, будущему создателю и шефу ЦРУ Алену Даллесу. Советскому зрителю Даллес стал известен благодаря культовому сериалу «17 мгновений весны». По сюжету фильма немецкие генералы входят в контакт с Даллесом и ведут с ним секретные переговоры с целью заключения сепаратного мира. При этом Даллес действует за спиной президента Рузвельта. У него свои интересы, а у советского разведчика Максима Исаева свои. Штирлиц раскрывает заговор и срывает переговоры. Свалимся в пропасть, а это обидно. Война кончается. Выступать против линии президента? А ведь в 45-м Даллес действительно участвовал в переговорах с фашистской Италией в составе американской делегации. И представителей СССР на эту встречу не пустили. Почему? Немецкие банкиры и промышленники едва ли не первыми начали использовать в своих интересах структуру и принципы масонских лож. В далеком 1773 году состоялось первое тайное собрание наивлиятельнейших еврейских семей Германии. Ротшильдов, Аппенгеймеров, Вартбургов и Шефов. В 1832-м они создали самую могущественную тайную организацию под названием Череп и Кости. Именно их наследники, говорят эксперты, развязали обе мировые войны и кредитовали всех, кто в эти войны ввязывался. За финансовое участие в становлении Гитлера членом масонской ложи был признан Прескотт Буш. А Далесу место в тайной ложе предстояло еще заслужить. А такой шанс у него скоро появится. Капитулировавшую Италию масоны делили между собой. СССР в качестве репарации они оставили лишь морально устаревший линкор Юлий Цезарь. Его капитальный ремонт продолжался 7 лет. Были потрачены сотни миллионов долларов. А когда работы были завершены, группа специальных водолазов тайно пробралась в порт Новороссийска и подорвала линкор. Эксперты утверждают, что это была одна из первых секретных операций глобальной спецслужбы, которую масоны создали после Второй мировой. Ее идеологом и стал Ален Далес, за что и был посвящен в тайный орден. У этой спецслужбы несколько штаб-квартир, говорят эксперты. В Британии Ми-8, в Израиле Моссад, а в США Цейру. Именно под контролем Центрального разведывательного управления, по некоторым данным, осуществляется большая часть мировой торговли оружием. 40 миллиардов долларов. Такую прибыль ежегодно приносит США этот незаконный бизнес. Среди клиентов 174 страны. С приходом к власти Джорджа Буша-младшего в этом списке впервые появились 13 государств с диктаторскими и тоталитарными режимами. В том числе Ирак, Пакистан, Бирма, Конго и Северная Корея. В Сейру явно не ожидали, что кто-то встанет на их пути. Продолжение следует... Все идет по плану. Ситуация под контролем. В Центральной Азии торговля оружием осуществляется через группировку ваххабитов. Поставка в страны Персидского залива занимаются наши люди в Кювейте. То есть весь мир под контролем? Так точно. А ты ни о чем не забыл упомянуть. А вот сюда посмотри, это Центральная Африка. За последний месяц наша выручка там сократилась в два раза. А сюда посмотри... Колумбия, Сейру. Да, и там такая же ситуация. Это все что такое? Что ты у меня в Куантанмас генишь с таким контролем? Сэр, мы пытаемся выяснить, кто это делает. А вот я уже все выяснил. Это кто залез в карман? Разобраться и доложить в три дня? Есть, сэр. Пошел вон. Пошел вон. Редкие кадры из личного архива Виктора Бута. Арабские Эмираты. Вечеринка по поводу начала нового успешного бизнеса. Пару часов назад он подписал документ о создании собственной авиакомпании с парком в 50 самолетов. Откуда такие деньги у человека с паспортом догнивающей империи? Физик по образованию Виктор Бут до развала СССР часто летал в заграничные командировки. В основном в Африку. Он прекрасно владел иностранными языками. Умел ладить с норовистыми диктаторами. После краха страны Советов в Анголии ему за бесценок продали несколько старых лайнеров. На них Бут выполнял первые грузовые рейсы. После своего ареста в эксклюзивном интервью нашему телеканалу Виктор Бут признается, что перевозил цветы, продукты, но в основном оружие. Оружие является таким же грузом, как любой другой груз. Мы возили оружие, да, с французской военной базы в Истресе. Мы выполняли более 120 рейсов, там, больших самолетов на Су-24, которые взяли в аренду УВВС. Эксперты уверяют, Бут перешел дорогу дядюшке Сэму в Африке и Латинской Америке, которые из-за перманентных революций и междоусобных войн превратились в Эльдорадо для торговцев оружием. Вот выдержка из секретного указа Джорджа Буша. Этот документ видели всего несколько сотрудников Пентагона. Из указа Джорджа Буша от 2006 года. Заморозить активы Виктора Бута необходимо в связи с тем, что его деятельность угрожает реализации внешней политики США в Демократической Республике Конго. Итак, мы продаем по весу. Оружие подержанное, но еще хорошее. Сколько всего возьмете? Пять тонн. Эту роль Николаса Кейджа критики назовут лучшей в его карьере. Так хорошо он вжился в шкуру оружейного барона из СССР, который бросил работу в кафе, чтобы на завтрак подавать повстанцам автоматы. Революционерам на обед вертолеты. Знаешь, что бывает за нарушение санкций такого вида? Продажа военного вертолета – серьезное нарушение. И во время ужина диктаторам танки. Я знаю, вы планируете наступление. Если подождете неделю, привезу вам бронетранспортеры. Они сильно снизят ваши людские потери и дадут стратегическое преимущество. Мало кто знает, что идею создания этой ленты предложил департамент внешней политики США. А прототипом главного героя стал русский бизнесмен Виктор Бут. Специалисты департамента внешней политики США редактировали сценарий и присутствовали на съемках, помогая Николасу Кейджу лучше изобразить известного русского мафиози. О их воле Кейдж постоянно пьет водку, ест борщ и сыпет пошлыми фразами на русском языке. Может быть, ты зайдешь ко мне в номер, и я покажу тебе свою, ну, пушку. С подачи спецслужб, признался режиссер, монологи главного героя наполнились правдоподобными деталями. Наконец я стал лучшим из всех торговцев смерти. У меня был уже не один самолет, а целый воздушный флот. Я возил оружие в Либерию, Сьерра-Леоне или Кот-де-Вуа, не реже раз в неделю. Для большинства поставок я подделывал документы. Но если сроки поджимали, обходился и вовсе без документов. Мировой бестселлер. Даже у Сами Бен Ладену не оказывали такой чести. Фильм должен был вызвать у рядовых американцев стойкую неприязнь к выходцам из бывшего СССР. Смотрите, что у меня есть. РПГ. Это все вам. Понимаете? Берите, берите. Бесплатно. Я отдаю оружие. Погоди, а что надо делать, чтобы ислам принять? Ну, что там, госполковники заявили. Что делать? Так что, не надо. Просто скажи и все. И что, меня освободят? Да. А вот еще один фильм. На этот раз отечественного производства. Кандагар. Рассказ о реальной истории 1995 года, когда талибы захватили самолет с российскими летчиками. Володя, третий будет в тебе. Подумай о семье. Подумай о дятях. Но в фильме ни слова не говорится о том, что тот самый самолет принадлежал компании Виктора Бута. Он лично примчался в Афганистан вызволять из плена экипаж. Правительству России и США тогда ничего не удалось сделать. А у него получилось. Виктор Бут пролетел со своими компаньонами буквально через несколько дней. И он посмотрел обстановку и заверил, что скоро мы будем на свободе. История в Кандагаре продемонстрировала всесильность Виктора Бута. А если он был такой важной фигурой, почему его не устранили? Почему на протяжении 10 лет американские спецслужбы пытались взять россиянина живьем? И самое главное, как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? Эксклюзивные кадры из личного архива Виктора Бута. За что он поднял свой последний тост на свободе? Это традиция такого хорошего воинского образа. Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире? Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть с кому разобраться, как и Шабтая Калмановича. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Кто и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека? Куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? И если вдруг какая-то машина с тобой сравнялась, то есть это сразу такой первый признак. Ты начинаешь уже либо озираться, либо прибавляешь скорость, либо уходишь от него. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? История по спирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался. Эксклюзивные кадры из личного архива Виктора Бута. За что он поднял свой последний тост на свободе? Вот это традиция такого хорошего воинского братства. Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире? Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть с кому разобраться. Как и Шамтайм Калманович. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Кто и за что на самом деле убил Шамтая Калмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека? Куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? И если вдруг какая-то машина с тобой сравнялась, то есть это сразу такой первый признак, ты начинаешь уже либо озираться, либо прибавляешь скорость, либо уходишь от него. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? Историю постирали идет. Дай Бог, чтобы я ошибался. Такие похороны в стране случались нечасто. Ваганьковское кладбище не смогло вместить всех скорбящих. Под российским триколором, в роскошном дубовом гробу с подсветкой и кондиционером хоронят невысокого члена правительства и ненародного артиста. В последний путь провожают человека, чей образ многим внушал ужас. Гроб с телом усопшего в храм на территории кладбища привезли накануне вечером. И всю ночь священнослужители отмаливали его грехи. Его имя стало легендой. Биография легла в основу десятка книг. Вячеслав Иваньков. Он же япончик, он же слава японец, он же ассирийский зять, он же дед. Криминальный авторитет, глава воровского сообщества, крестный отец русской мафии. У него абсолютно уникальная, конечно, судьба. И я думаю, что он так высоко поставлен на этот маргинальный пьедестал, что в ближайшее время никто, наверное, никогда его оттуда не собьет. Кажется, об Иванькове невозможно рассказать ничего нового. Однако в наше распоряжение попала сенсационная информация, которая проливает свет на неизвестные подробности судьбы самого авторитетного российского преступника. Жестокого и принципиального япончика использовали сначала спецслужбы СССР, а потом и США. К вершине преступного мира Иваньков шел 30 лет. Еще в школе сдал норматив на мастера спорта по боксу. А прозвище Япончик получил якобы не за характерный разрез глаз, а за искусное владение приемами джиу-джитсу. Также он окончил цирковое училище по специальности акробат. Примерно в это время он и начал воровать. Работал в одиночку. Пока вступить в свою банду его не пригласил Геннадий Корьков, авторитетный вор, известный под кличкой Монгол. Он же очень молодым пришел к Монголу в банду и выполнял хоть там и второстепенные роли, но наверняка был человеком не самым последним. Жертвами банды Монгола становились подпольные миллионеры, цеховики, фарцовщики, антиквары и коллекционеры. В милицию от них не поступило ни одного заявления. Во-первых, жалобы просто не принимались в их сведениях, поскольку в стране развитого социализма организованной преступности официально не существовало. Во-вторых, цеховикам пришлось бы объяснять происхождение своих утраченных миллионов. В-третьих, многие были сильно напуганы. У них, конечно, были очень жесткие принципы. Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой, чтобы он быстрее там сказал, где скрыты ценности. Вот, кого-то еще там что-то там подвешивали. Но то, что банда Монголы, конечно, как и любая банда, не церемонилась с жертвами, это понятно. В 1972 году Монгола и большую часть его подельников арестовывают. Все они получают огромные тюремные сроки. Япончику чудесным образом удается уйти, и уже скоро он собирает собственную банду. Ее члены работают по уже проверенной схеме, под видом сотрудников милиции совершают обыски у тех, кто, как тогда говорили, живет на нетрудовые доходы и изымают имущество. Он подбирал, конечно, по своему усмотрению уже людей с соответствующей харизмой, с соответствующей установкой жизненной, энергетикой. Каждое успешное дело Иваньков с подельниками отмечают в ресторане. В 1974 году во время одной из таких вечеринок Япончик затеял драку с другими посетителями. В ходе потасовки оппонент Иванькова был застрелен. Вероятно, если бы не вот эта стрельба, там, может быть, все бы ничем бы не закончилось, но у кого-то из этих оппонентов появился ствол. Ствол этот кто-то из подельников на тот момент Япончика отнял и застрелил человека. Ну, не насмерть, он тяжело ранил. Япончика задержали по подозрению в убийстве, однако дело против него быстро развалилось. У всех свидетелей разом произошел провал в памяти, и вместо десяти лет Иванькова приговорили лишь к восьми месяцам лишения свободы за ношение поддельного водительского удостоверения. Во время следствия Вячеслава Иванькова содержали в столичном изоляторе номер два, известном как Бутырка. Там и произошло событие, в корне изменившее судьбу Япончика. Иванькову удалось избежать обвинения в убийстве, и вместо десяти лет колонии его приговорили к восьми месяцам лишения свободы за ношение поддельного водительского удостоверения. Во время следствия Вячеслава Иванькова содержали в московском сезон номер два, Бутырка. Там и произошло событие, в корне изменившее судьбу Япончика. Его короновали, то есть официально признали вором в законе. Вот эта камера, вот эта кровать. Здесь Иванькову выбили татуировки в виде восьмиконечных звезд на плечах и коленях. В 34 года он стал самым молодым представителем белой кости преступного мира. Вор в законе – это отдельная каста, понимаете, очень серьезная каста. Это генералы преступного мира, который, приняв корону вора, он уже отрекается там по статусу, по понятиям, от каких-то там благ, которые могут иметь другие. По негласным законам криминального мира, вор в законе не имеет права на семью и на собственность. Не должен работать. Выйдя на свободу, Иваньков развелся с женой. Вознесение на вершину преступной иерархии сделало Иванькова неприкасаемым. Ему нельзя было нанести оскорбление и тем более убить. С 74 года Япончик контролировал так называемый «общак» – воровскую кассу, куда отчисляли часть прибыли все подконтрольные ему группировки. Это секретный доклад из архива МВД. Агент МВД, которому было поручено следить за Иваньковым, отчитывается перед руководством. Япончик всегда был болен воровской идеей. Он нигде не работал и даже имея на кармане 100-200 тысяч наличными, всегда шел на любое дело. Даже в том случае, если был большой риск, а навар оказывался минимальным. Делает это он ради своего воровского авторитета. Выходит, агенты КГБ знали о каждом шаге Иванькова и всех его преступлений. Но почему же они не вмешивались? Это прозвучит невероятно, но эксперты утверждают, что Япончику подыгрывали, чтобы он затем сыграл как Джокер в войне против американских спецслужб. Потенциальную силу отечественного криминала тогда лучше других представлял Юрий Андропов. До того, как в 1982-м занять пост генерального секретаря ЦК КПСС, он 15 лет руководил Комитетом государственной безопасности СССР. В то же время стало окончательно ясно, что холодная война с США проиграна. Денег на поддержание ядерного паритета нет. Начинает работать так называемый план того самого Алина Далеса по деградации населения Советского Союза. В начале 80-х заветной мечтой любой советской семьи была стиральная машина «Вятка-автомат» и ВХС «Видеомагнитофон». По стране молниеносно распространились американские мультфильмы, наполненные насилием. Порнография и дешевые боевики, в которых было и то, и другое. Все как Далес описал. По СССР прокатилась волна смертей от цирроза печени, а за ней и волна бытового насилия. Уровень преступности резко подскочил. По без того переполненных тюрьмах стало совсем уж тесно. Заключенные стали бунтовать. Нам удалось получить сенсационную информацию. Возможно, что именно тогда в высоких правоохранительных структурах впервые решили противопоставить незримой, но разрушительной атаке Запада отечественный криминал. Сначала использовали преступный талант Иванькова. Такое ощущение, что из него специально сделали короля преступного мира. В 81-м арестовали и на 14 лет отправили в колонию строгого режима. Дело в том, что уровень преступности резко вырос. В и без того переполненных тюрьмах стало совсем тесно. Начались бунты. А появление столь авторитетного человека за решеткой, как Иваньков, должно было успокоить заключенных. Нет, мужчин, мужчин. Вот три тысячи мужчин. То есть достаточно было одному вору в законе попасть на зону, она объявлялась воровской. И все. Но в случае Япончика простого явления тюремному народу было недостаточно. Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября. Эксклюзивные кадры из личного архива Виктора Бута. За что он поднял свой последний тост на свободе. Это традиция такого хорошего воинского образца. Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как Япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире. Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть с кому разобраться. Как и Шабтай Калманович. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. То и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича. Чему в российских лесах преступники учили школьников. Как правильно убивать человека. Куда ему надо попасть, чтобы там убить. И кому удалось убежать от русской мафии. Бак бензина всегда должен быть полный. То есть ты время от времени заезжаешь, даже доливаешь его. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? Стория постирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался. Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября. Эксклюзивные кадры из личного архива Виктора Бута. За что он поднял свой последний тост на свободе? Это традиция такого хорошего воинского брата. Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире? Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть кому разобраться. Как и Шабтая Калмановича. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Кто и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека? Куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? Бак бензина всегда должен быть полный. То есть ты время от времени заезжаешь, даже доливаешь его. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? История по спирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался. Все тюрьмы и колонии тогда в СССР и сейчас в России негласно делятся на красные, контроль в которых администрация поддерживает при помощи доносчиков из числа заключенных и жестоких карательных акций, и на черные. В черных зонах порядок обеспечивают воры в законе. Об этом знают единицы. Но в 30-е годы прошлого столетия авторитетным заключенным даже выдавали оружие. Набиралось из уголовной среды. И, конечно, туда попали наиболее верткие, грамотные, хитрые люди. И стали использовать это для давления на другую массу осужденных. Более того, их вооружали пистолетами. Их было тысяч сорок где-то, если мне не изменяет память. И когда уже начались побеги массовые, это все было отменено. Но они свою роль тоже сыграли определенную. О русской мафии Александр Гуров знает абсолютно все. О российских группировках написал сотни научных статей и книгу, за публикацию которой мафия приговорила его к смерти. Но генерал МВД и ФСБ признается, что изучил не только сильные, но и слабые стороны отечественного криминала. Поэтому все еще жив. Когда-то я сажал уголовников, теперь вот сажаю в сад. Эксперимент пенитенциарной системы, уверяет Александр Гуров, был неудачным не только потому, что закончился массовыми побегами, а еще и потому, что положил начало новому порядку в преступном мире. Каста неприкасаемых превратилась в подпольных баронов, которые купались в роскоши. Они, чего раньше не было никогда, выстроили вокруг себя жесткую иерархическую систему взаимоотношений. И впервые мы покажем, как устроена русская мафия. Схематично это можно изобразить, как пирамиду. У основания рядовые преступники, которые исполняют любой приказ, не заботясь о последствиях. Одним из таких был и Сергей. Он попросил не называть его фамилию и не показывать лицо. За то, что он расскажет, бывшие соратники могут приговорить его к смерти. К тому же на воле могут казнить его родственников. Вы сейчас здесь приехали и уехали, да? Мы больше с вами никогда не встретимся. А нам здесь еще находиться. Так что давайте не будем идти, как бы... Ну, сами понимаете. В одну из банд Саранска его завербовали из уличной шпаны. Он верил, что скоро заживет, как в кино. Такая только у меня и у Майкла Джексона. Когда вышел фильм «Бригада», раньше такие времена были. Хотелось и машину, и все остальное. Поэтому 90-е годы. Ну, так получилось. Сергей говорит, что был самым низшим звеном. Орудием в руках вышестоящих бандитов. Был глава группировки, которого я называть не буду. У этого главы были свои подчиненные 5-10 человек. У этих 50 человек еще были свои подчиненные, которые непосредственно занимались этими вопросами преступной деятельности. В каждой группировке, наверное, было по тысячу человек. Но перед тем, как бросить новоявленных гангстеров на передовую криминальной войны, их готовили в специальных лагерях. В это верится с трудом. Но в лесных чащах рядом с крупными городами опытные инструкторы из числа бывших спецназовцев ковали из обычных школьников профессиональных киллеров. Физическая подготовка, рукопашный бой, обращение с ножом, стрельба. Как сейчас в пионерские лагеря, их также вывозили в лагеря, ставили палатки. То есть они там жили, их учили, как правильно разбирать пистолет, как правильно его чистить, как правильно стрелять. Вешали мишени, то есть тренировались из этого вида уже, из другого. То есть как правильно втыкать ножи, как правильно убивать человека, куда ему надо попасть, чтобы там убить, и куда надо попасть, чтобы просто напугать. В середине 90-х Игорь Панкратов стал самым молодым руководителем управления по борьбе с организованной преступностью. Это был эксперимент. Ему, действующему оперу из Нижнего Новгорода, поставили, казалось, невыполнимую задачу. Обезвредить все банды, топившие в крови Саранск и его окрестностей. Родина сказала, комсомол ответил, есть. Игорь Панкратов уверяет, почти каждый день в городе раздавались выстрелы и гремели взрывы. Каждый куст и каждое дерево, оно таило в себе определенную опасность. И погибала под пулями только молодежь. Для матерых бандитов подростки были расходным материалом. То есть стариков здесь практически нет. То есть это 16, 15, 20 лет. Ну, то есть возраст именно такой. Рядовыми бойцами руководят так называемые бригадиры. Пирамидальные иерархии они занимают средние ступени. От бригадиров зависит равновесие всей системы. Они координируют группы карманников, шулеров, грабителей или убийц и держат их в ежовых рукавицах, не позволяя задумываться о повышении или мирной жизни. Выйти из состава группировки добровольно, сказать, все, хватит, завязал, невозможно. С них брали расписки. То есть человек писал расписку в том, что он вступает в ряды группировки. То есть такой-то, такой-то. И обязуется выполнять определенные требования. Если я нарушу данное свое обещание, со мной можно сделать все, что угодно. Сергей пришел в полицию сам. Я в косповинной. Говорит, осознал, что стать героем фильма «Бригада» у него не получится. Война, главное маневры. Ну, и только по фильму так. А на самом деле, в реальности все по-другому. В кино все по-другому. Ни машины, ни денег и так далее. Такого не было. Где-то лидер побогаче может платить зарплату. Где-то лидер группировки помельче уровнем, менее богатый. Он скажет своим молодым, чтобы они сами зарабатывали себе на жизнь. А чем они будут себе зарабатывать? Разбоями или вымогательством? Его не интересует. Главное, чтобы они знали, что за ними стоит определенная стена в виде там какой-либо группировки или мафии. С виду обычная провинциальная свадьба. Крики горько, веселые пляски. Только вот гости настроены уж очень агрессивно. Убери камеру. Не надо нас снимать. Это эксклюзивное видео из закрытого архива МВД. Жених, главарь банды, в которой числился Сергей. Пир горой. Щедрость подарков не знает границ. Лидеры, да, они могли себе по 50 тысяч евро вставлять себе зубы ездить за границу. Они могли себе по 2 тысячи евро опять же покупать бутылку вина, отдыхать. А вот эти бойцы, ему там жена не знала, на что одеть ребенка. Но и такие главари лишь звенья в цепи. Если решения, которые они принимают, идут в разрез с криминальным кодексом, в дело вмешиваются воры в законе. Это как государство в государстве, да? То есть она все равно строится по образу и подобию тому же государственному. Есть лидер, есть чуть ниже уровнем бригадиры, есть молодые, так же, как в армии, так же, как в любых других каких-то подразделениях государственных структур. Статус вора в законе. Ну, это привилегии определенного рода, естественно. Он над схваткой получается. Любой вор в законе, там где-то они вот между собой группировки там дерутся, а он над ними, он должен их там разрулить, что называется, ситуацию, их развести. Объяснить, кто прав, кто виноват, кто здесь вот в этой ситуации там был, заблуждался, а кто был, себя вел там по понятиям и так далее, и так далее. А представители высшей криминальной касты, чтобы пообщаться между собой, устраивали так называемые сходки. Своеобразные встречи на высшем уровне. Под одной из сходок, которая проходила в городе Казань в 47-м году, собралось около 400 человек. Там нужно было принять новую программу, указы были. Чем выше ступень занимает в иерархии русской мафии виновный в преступлении, тем сложнее доказать его причастность. Генерал МВД Александр Гуров делится с нами сенсационными подробностями борьбы с криминалом. В бессилии найти законную праву на воров в законе работники сыска часто без суда и следствия приводили в исполнение смертный приговор. В условиях свободы сыщики знали. Дело прошлое, знали, что с ними делать. У каждого сыщика был незарегистрированный пистолет. В Москве было зарегистрировано, так сказать, отмечено несколько случаев, когда просто пуля в лоб, пистолет в Москвореку и нет вора в законе. Это тот, кто слишком сильно осложнял обстановку и делал много неудобств. Я не одобряю это дело, ну что сделаешь? Такие случаи, жизнь есть жизнь. Но Вячеславу Иванькову, наоборот, позволяли слишком много. В колонии он должен был погасить волнение среди заключенных. Но это была так называемая красная тюрьма. А значит, там не чтили воровской кодекс и япончику пришлось заново завоевывать авторитет. Вот что сам Вячеслав Иваньков сказал по этому поводу во время своего единственного интервью. Уникальная запись будет сделана позже в американской тюрьме. Я никогда никого не боялся. Я всегда иду прямо в жизни. Нет на земле ни одного человека, которому я не мог бы смотреть прямо в глаза. Я всем смотрю прямо в глаза. Участвуя в бесконечных драках, Иваньков завоевал уважение остальных заключенных, и свою миссию по наведению в колонии порядка выполнил. Теперь перед ним стоят другие цели и задачи. Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире. Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть кому разобраться, как и Шабтай Калманович. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Как Виктор какая-то машина с тобой сравнялась, то есть это сразу первый признак, ты начинаешь либо озираться, либо прибавляешь скорость, либо уходишь от него. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? Скорее по спирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался. Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире. Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть кому разобраться, как и Шабтай Калманович. господа, все идет так нельзя лучше. Поздравляю вас. Как Виктор Буд причастен к терактам 11 сентября? За что он поднял свой последний тост на свободе? Вот эта традиция такого хорошего воинского праздника. Кто и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека? Куда ему надо попасть чтобы убить? И кому удалось убежать от русской мафии? И если вдруг машина с тобой сравнялась то сразу первый признак ты начинаешь либо озираться либо прибавляешь скорость либо уходишь от него. На что русская мафия была способна вчера? Кого то клали в гроб распиливали двуручной пилой? И на что будет способна завтра? Скори сентября 1991 года в Чечне совершен вооруженный переворот. Власть присваивает Джохар Дудаев. В республике расцветает криминальная экономика. Грозненский аэропорт становится крупнейшим центром контрабанды. Бесконтрольный транзит оружия наркотиков. Вооруженные до зубов чеченские бандиты вступают в битву за передел собственности на территории России. Скупают за фальшивые рубли и доллары предприятия похищают людей. Это то, что мы знаем. Но это не вся правда. Лишь верхушка айсберга. Эксперты уверены, революцию в Чечне спонсировали западные спецслужбы. Те, кто ими руководил, нащупали самое хрупкое место в территориальной целостности России. Они знали, что Россия слаба, но не ожидали, что им придется сражаться еще и с самой сильной криминальной структурой в мире. Русской мафии. Сколько заплатили Дудаеву? Это ничто по сравнению с тем, что он для нас делает. С помощью его боевиков мы приберем к рукам российскую нефть. И весь мир при этом пускай думает, что именно чеченцы в этой истории пострадавшие, а Россия их не дает. Нам может помешать только русская мафия. Вот личные дела ее главарей. Это кто? Этот фактически крестный отец, но он за решеткой. А это кто такой? От Алик Вантришвили. Наши спецы работают над их устранением. Это чудом сохранившиеся при пожаре в архиве кадры программы Зодиак. Все гости шоу родились под созвездием Водолей. В зале Дмитрий Мариков, Сергей Крылов, Дмитрий Харатьян, Олег Янковский и Осип Кобзон. Но ведущему известно, на чьем фоне эти звезды меркнут. Атарик он тряснили. Твои друзья тебя в честь этого скромного лысеющего кавказца известные музыканты и актеры взрываются аплодисментами и он делает Алаверды. Это скромные люди. Их нескромность противоположно их славе. Это великие люди, с которыми я счастливо живу не первое десятилетие. Как скажет великий Ярыгин вместе Шата Руставели, кто друзей себе не ищет, самому себе он враг. На публике Атари Квантришвили уверенно играет роль политика и мецената. Но в этой студии похоже все знают настоящую правду об Атари. Всемогущем криминальном авторитете, который начинал карьеру рикетиром, а теперь торгует нефтью. В молодости Атари планировал стать врачом. Но в медицинский поступил только с четвертого раза. Ему была уготована другая судьба. В 66-м Квантришвили посадили за изнасилование. Он выйдет из тюрьмы через 4 года с диагнозом вялотекущая шизофрения. С этого момента в нем будут уживаться два, кажется, совершенно разных человека. Рыцарь чести и беспринципный гангстер. Квантришвили фигура достаточно интересная, но если говорить, его мерить нынешними мерками, то это далеко не демон и далеко не такой знаковый человек, каким он нам казался в то время. Это не умаляет его человеческих достоинств, его умение вести переговоры, чем он всегда славился и, собственно, из-за чего его все очень уважали. В начале восьмидесятых Атари параллельно тренирует детей и подростков в вольной борьбе в обществе Динамо и крышует валютчиков у березок. Будучи вхожим в круг общения известного бандита Монгола, он знакомится с Вячеславом Иваньковым. Вскоре они становятся лучшими друзьями. Квантришвили контролировал казино Совой, Александра, гостиница Ленинградская и турист университетская. Деловое кредо Атари деньги не пахнут. Он властвует на рынке драгоценных металлов и проходит учредителем сети московских коммерческих туалетов. Его бизнес не был что называется кристально чистым. Это очевидно. Но кто в то время был чист, кристально? Из рядов бандитов того времени Атари выделяет не только внешность, списанная с лучших итальянских образцов казаностры с поправкой на Россию в 90-х, но и близость к официальной власти. Атари первым понял, что промышляя жестоким рэкетом, незаконными сделками и убийствами, нужно дружить и даже помогать правоохранительным органам. Он создал фонд помощи стражам порядка щит Ильира. Известно, что брата Атари Квантришвили, картежника Амирава защищал высокий чин одного из московских РОВД. А самого Атари часто видели на Лубянке. Для отличия уличной преступности от организованной, понимаете, допустим, уличный какой-нибудь разгонник, гоп-стопник, он подойдет, сумку отнимет, кошелек вырвет и убежит. Оргопреступность, это немножко другое. Строгая вертикаль, власти выстроенная и так далее, и так далее, оно обязательно подразумевает еще и коррумпированные связи. Коррумпированные связи с чиновниками различного уровня, с сотрудниками правоохранительных органов, обязательно, без этого не получится. Атари был не нужен воровской статус. Его побочный эффект Квантришвили прочувствовал на примере своего друга Япончика, который невольно стал марионеткой в руках силовых ведомств. Атари хотел легализоваться как бизнесмен и общественный деятель. Он видел себя политиком. Он посеет добро, чтобы пожать это добро, потом опять его посеет, и этим самым как бы увеличить урожай добра. А урожай добра это и есть тот противовес, который на сегодняшний день беспокоит нашу страну. Нашу страну беспокоит зло. И добро его должно перевесить. Тогда закрывались спортивные школы. Гордость России, боксеры, мастера восточных единоборств, борцы и биатлонисты находили применение своим талантам лишь в преступных группировках. Атари будто чувствовал, что скоро ему понадобится собственная армия. Он решил объединить неимевших образования и профессий спортсменов идеей здоровой нации. И они поверили Атари как родному отцу или как крестному отцу. Мы твердо уверены, что лучше здоровые, сильные дети, которые будут вырастать в мощных и красивых жителей нашей страны, чем больные, наркоманы и беспризорные дети. это выбор такой, что он не оставляет сомнений. Движет нами только это. Здоровые дети должны быть и у нас, и наши дети, и дети тех, кто хочет, чтобы их дети были здоровы. Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире? Иванькова преследовать не стоит, с ним в России есть, с кому разобраться, как и Шабтай Калманович. Господа, все идет как нельзя лучше. Поздравляю вас. Как Виктор Буд причастен к терактам 11 сентября? За что он поднял свой последний тост на свободе? Вот это традиция такого хорошего воинского брата. Кто и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека? Куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? И если вдруг машина, какая-то машина с тобой сравнялась, то есть сразу первый признак ты начинаешь либо озираться, либо прибавляешь скорость, либо уходишь от него. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? Скорь по спирали идет. Дай Бог, чтобы я ошибался. Как президент фонда социальной защищенности спортсменов, Атари Квантришвили получил колоссальные пошлиные льготы на ввоз в Россию табака и алкоголя. И эти документы внимание, лично подписывал Борис Ельцин. Атари создал компанию 21 век, чтобы она экспортировала лес, цветные металлы и нефть. Группировка Квантришвили хорошо нажилась на этом бизнесе. Но почему президент выдал коммерческую индульгенцию человеку со столь сомнительной репутацией? Это кажется невероятным, но в Атари видели союзника в борьбе с чеченскими бандитами. После переворота в Чечне Атари Квантришвили лишился значительной части своих доходов. Его добывающие и перерабатывающие нефть Каспийского шельфа компании оказались захвачены боевиками. У русской мафии в лице Атари и официальных властей России была общая цель вернуть контроль над республикой и не позволить мировой закулисе разыграть свой спектакль. Однако было ясно, что в одиночку Квантришвили не справится. Его авторитета не хватило бы для объединения всех российских группировок. А вот за Иваньковым они бы пошли. Это абсолютно достоверный факт. Спустя 193 дня после того, как Джохар Дудаев совершил в Чечне переворот, до срочного освобождения Япончика потребовал лично заместитель председателя Верховного Суда России Святослав Меркушев. И хотя за время проведенное в колонии Иваньков получил аж 70 выговоров и в общей сложности полгода провел в карцере, выпустили его с формулировкой за примерное поведение. Иваньков думал, что зампред Верховного Суда поверил в его невиновность. Остальные до сих пор считают, что Иваньков купил свободу на деньги из воровского общака. Но лишь единицы знали правду. Почему боевики из Чечни, которым мы дали оружие, дали деньги? Почему они все еще не громят Кремль? КГБ пошло ва-банк! Они спустили с полотка своих стыдных псов в Андришвиле и Япончика. Вы же говорили, что Иваньков в тюрьме и сидеть ему еще очень долго. Его освободили, чтобы он боролся с чеченской мафией. И у него получилось. Вся центральная часть России оказалась втянута в криминальную бойню. Убили средь белой дня. Был расстрелян словно в боевике. Но русскую мафию явно недооценили. К ведению крупномасштабных боевых действий она оказалась отлично готова. Целая армия профессиональных киллеров. Об этом тогда не догадывались отечественные спецслужбы. Что уж говорить о заграничных. Как уходить от ответственности косить на дурака грубых через психбольницы и так далее. По нижегородской одной группировке была такая, что посылались и с парашютом учили прыгать и с антурой тренироваться. Иностранные разведки глубоко заблуждались и относительно арсенала, которым располагала русская мафия. Это гранатометы, автоматы Калашникова, пистолеты ПМТТ с приборами для бесшумной стрельбы, огромное количество обрезов, вот, вплоть до, то есть, мины. У каждой группировки были свои схроны, где они поврятались, где-то в подвалах, где-то на пустырях, где-то в лесу. Русская мафия была вооружена намного лучше регулярной армии, а свои дорогие иномарки они превращали в настоящие броневики. Криминальная война между славянскими и чеченскими группировками унесла тысячи жизней, но первой значимой потерей со стороны русской мафии стал брат Атари Квантришвили Амиран. После убийства Амирана Квантришвили стало ясно, что даже элите отечественного преступного мира оставаться в России небезопасно. Этот документ впервые демонстрируется по телевидению. Эту таможенную декларацию в столичном аэропорту Шереметьево летом 92-го собственноручно заполнил Вячеслав Иваньков. Он покидал страну впервые и судя по записи в этом документе без сожалений. После убийства Амирана Квантришвили стало ясно, что даже элите отечественного преступного мира оставаться в России небезопасно. Впервые на телевидении вот этот документ. Эту таможенную декларацию в столичном аэропорту Шереметьево летом 92-го собственноручно заполнил Вячеслав Иваньков. При выезде у крестного отца русской мафии с собой было 130 долларов, золотой нательный крестик и кольцо. Иваньков вылетает в Германию. Однако в Европе он задерживается всего на день и из Берлина летит в Нью-Йорк, где, как ни на Брайтон-Бич, не знающий ни единого слова из иностранных языков япончик, может чувствовать себя как дом. Многие считают, что Иваньков тогда испугался за собственную жизнь и решил спрятаться от преследования со стороны противоборствующих группировок. Но верится в это с трудом. Ведь он почти всю жизнь ходил по лезвию ножа. Я находился и в психиатрических заведениях, то есть это крытые тюрьмы, это спецбольницы. То есть я прошел все виды карательной медицины. Я был в гулаговских застенках, по-другому их не назовешь. Тогда зачем Иваньков покинул страну? И как ему вообще это удалось? Кто помог пересечь три государственные границы человеку с непогашенной судимостью? Наше расследование прольет свет на эти тайны. Сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова? Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. Как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире? Иванькова преследовать не стоит. С ним в России есть кому разобраться, как и Шамтай Калманович. Господа, что ее как нельзя лучше, поздравляю вас. Как Виктор Бут причастен к терактам 11 сентября? За что он поднял свой последний тост на свободе? Это традиция такого хорошего воинского брата. Кто и за что на самом деле убил Шамтая Калмановича? Чему в российских лесах преступники учили школьников? Как правильно убивать человека? Куда ему надо попасть, чтобы там убить? И кому удалось убежать от русской мафии? И если вдруг какая-то машина с тобой сравнялась, то есть это сразу первый признак ты начинаешь либо озираться, либо прибавляешь скорость, либо уходишь от него. На что русская мафия была способна вчера? Кого-то клали в гроб, распиливали двуручной пилой. И на что будет способна завтра? Скорик по спирали идет. Дай бог, чтобы я ошибался. Не забывай те грозные года. А вот лучший друг от Ари Квантришвили Иосиф Кобзон в США безуспешно пытается улететь уже 20 лет. Он в черном списке американского посольства. Ему инкриминируют дружбу с российскими криминальными авторитетами. Знаменитый певец отрицает связь с преступниками, но за одним столом с Квантришвили мы его уже видели. Иосиф Давыдович Кобзон. Душа наша и честь. А вот и еще одно видео. Энергичный человек не кто иной как Шабтай Калманович. Дружба с Калмановичем приносила артистам много дивидендов. Ведь именно этот человек решал, кому на Руси быть популярным, а кому нет. Шабтай Калманович устраивал концерты почти всех отечественных знаменитостей. Ему даже опального Высоцкого удалось вывезти в Америку. А в начале девяностых Шабтай Калманович замахнулся на мировых знаменитостях. Именно он впервые привез живыми концертами в Россию Лайзу Нелли, Хосе Карераса и, конечно, Майкла Джексона. Событий такого масштаба на постсоветском пространстве не было с 80-го, когда на этом же стадионе прощались с олимпийским мишкой. Калманович знал, после этого концерта на него прольется денежный дождь. Поэтому, когда посреди выступления прошел дождь настоящий, а Майкл вместо лунной походки стал делать это, Калманович приказал техническому персоналу спасать концерт любой ценой. Именно эти люди, которые с тряпками в руках путались у ног короля поп-музыки, помогли Калмановичу заработать 4 миллиона долларов. Об этом мало кто знает, но всего за несколько месяцев до московского концерта Майкла Джексона Шабтай Калманович сидел в израильской тюрьме. Он был осужден на 9 лет за шпионаж в пользу СССР. И ровно в тот момент, когда зампред Верховного Суда России потребовал досрочного освобождения из сибирской колонии Япончика, помните, за примерное поведение, официальное письмо с просьбой выпустить Калмановича в Тель-Авив направили Михаил Горбачев и Владимир Рудской. Это не было просто совпадением. Иностранные эксперты утверждают, что именно тогда Шабтай Калманович получил новое секретное задание. Его миссия заключалась в том, чтобы уговорить Иванькова эмигрировать в США. Он же передал Япончику так называемый набор разведчика, комплект поддельных паспортов, благодаря которым крестный отец русской мафии смог добраться до Нью-Йорка. Когда он уехал, было понятно, что выезд его удобен спецслужбам России и спецслужбам США. Он был как центр кристаллизации для тех маргинальных личностей, которые перебрались за океан. И им удобно было вокруг Япончика создавать какую-то свою субкультуру, среду. Достаточно было спецслужбам внедрить одного человека в это, а там, наверное, был и не один, чтобы просто знать, как, что в той или иной степени куда двигается. Для тех, кто все это дело контролировал, это был хороший ход. За эту помощь, уверяют специалисты, правоохранительные органы закрыли глаза на незаконные сделки Коломановича с золотом, бриллиантами и оружием. И уже потом он взял под контроль отечественный шоу-бизнес, столичные рынки и смог больше внимания уделять своему любимому хобби баскетбол. При его финансовом участии сначала литовский жальерис стал чемпионом Европы, а затем и подмосковный Спартак четыре раза подряд. Специалисты признают, эмиграция япончика в Америку это самый неожиданный и самый удачный ход со стороны КГБ в партии против ЦРУ. Где бы ни оказался такой человек, как Иваньков, он моментально подчинял все себе. К тылу врага этот талант был незаменим. За два года пребывания япончика в Америке русское преступное сообщество выросло в разы и стало угрожать национальной безопасности США. По данным Центрального федерального бюро расследований на 1995 год численность якудзы 35 тысяч человек, коза-ностры 43 тысячи человек, русской мафии Внимание 140 тысяч Я ни с кем здесь не общался у меня очень узкий круг общения был, очень узкий Моя женщинская я живу мой сын с своей семьей Но законного повода себя арестовать Иваньков не давал Юридически он был абсолютно чист Я занимался своей работой я занимался написанием своей книги Хотя фактически взял под контроль самый доходный бизнес тайной масонской ложи наркобизнес Недаром же США уже почти 13 лет ведет вяло текущую войну в Афганистане На его территории произрастает 70% всего опиумного мака на земле Спецслужбы следили за каждым его шагом прослушивали телефон И в одном из разговоров с родиной Иваньков произнес фразу которая всерьез напугала американские спецслужбы Братва я подготовил здесь для вас плацдарм Япончик ждал подкрепления Они совсем обнаглели Этот япончик собирает армию прямо в Нью-Йорке Он так и Манхэттен может захватить Там все банки все биржи Виктор Бут прямо под носом торгует у нас оружием Голманович перехватил у нас недавно партию бриллиантов да еще и Майкла Джексона привез в Москву Кто нам поверит что русские это неандертальцы и мародеры пора с ними кончать 5 апреля 1994 года в 17.40 у Красноприсненских бань в Москве было совершено покушение на Атарик в Антришвеле снайпер выстрелил трижды пули попали в висок шею и сердце авторитета что называется без шансов 8 июня 1995 года ВБР арестовывает Вячеслава Иванькова по подозрению в вымогательстве 5 миллионов долларов у банкиров из России кадры задержания Япончика транслируют все мировые телеканалы показания против Япончика дают Александр Волков и Владимир Волошин предприниматели которые взяли в обанкротившемся банке Чара кредит на 8 миллионов долларов по договоренности с владельцами банка вернуть всю сумму они должны были при первом требовании однако когда время пришло Волошин и Волков исчезли ну ну американцев я похитить не намеревался ну что я могу сказать в 1941 году Первый Харбор с японцами я не бомбил владельцы банка Чары попросили вмешаться в дело Вячеслава Иванькова после того как он позвонил Волкову и Волошину те попросили защиты у ФБР япончик заявлял что дело против него сфабриковано но от тюрьмы его не спасли даже самые дорогие адвокаты я нигде не сделал шага в сторону налево и тем более назад усугубило положение япончика во время процесса и его фиктивная супруга Ирина Олла бывшая жена известного русского шансонье Вилли Токарева подтвердила все обвинения в адрес Иванькова с тех пор о ее судьбе ничего не известно она попала под программу защиты свидетелей сменила имя фамилию внешность и место жительства все это позволило приговорить Иванькова к 9 с половиной годам тюрьмы газеты трубили что русская мафия обезглавлена а США спасены все что связано с более-менее инициативным человеком или ярким человеком с личностью сразу ассоциируется или умышленно ассоциируется с организованной приступ Иваньков отсидел в американской тюрьме весь положенный ему срок 9 с половиной лет но и после этого выйти на свободу у него не получилось за эти годы в России многое изменилось теперь в услугах япончика никто не нуждался и ему припомнили старые грехи в частности убийство 13 летней давности 14 июля 2004 года в столичном аэропорту приземлился необычный рейс чартером в компании спецагентов в Москву доставлен коренастый 64-летний мужчина вот он спускается по трапу и садится в бронированный автомобиль водитель без остановок направится в матросскую тишину судили Иванькова недолго и безрезультатно по прошествии 13 лет никто из свидетелей не смог опознать в нем убийцу и наконец-то япончик был снова свободен я вернулся к себе на отчизну для меня это великий праздник и великие события я верю всех вас для меня это тоже праздник потому что вы мои соотечественники вы сыны и дочери русского дорога я ваша частица сенсационные версии ареста Вячеслава Иванькова для тех кто все это дело контролировал это был хороший ход как япончик едва не сорвал планы самой могущественной организации в мире Иванькова преследовать не стоит с ним в России есть кому разобраться как и Шабтай Калманович господа все идет как нельзя лучше поздравляю вас как Виктор будь причастен к терактам 11 сентября за что он поднял свой последний тост на свободе вот это традиция такого хорошего воинского брата кто и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича чему в российских лесах преступники учили школьников как правильно убивать человека куда ему надо попасть чтобы там убить и кому удалось убежать от русской мафии и если вдруг машина какая-то машина с тобой сравнялась то есть это вот сразу такой первый признак ты начинаешь либо озираться либо прибавляешь скорость либо уходишь от него на что русская мафия была способна вчера кого-то клали в гроб распиливали двуручной пилой и на что будет способна завтра история постирали идет дай бог чтобы я ошибался когда в 93-м убили Атарик Вантришвили в 95-м за решетку отправился Вячеслав Иваньков Виктор Бут в срочном порядке покинул объединенные Арабские Эмираты и переехал в Подмосковье но после того как Джордж Буш приказал заморозить все банковские счета Бута у него начались тяжелые времена агентам Интерпола удалось выманить оружейного ворона из России под предлогом совершения выгодной сделки агенты Интерпола обратились к Виктору Буту за помощью под видом колумбийских повстанцев они попросили продать им несколько боевых вертолетов во время переговоров была сделана аудиозапись которая впоследствии стала главной и единственной уликой обвинения торговля оружием данные оружия RPG ракетные комплексы комплексы типа земля-воздух так как переговоры проходили в Бангкоке то Виктор Бут на время следствия отправился в тайскую тюрьму обвинения были смехотворны говорят эксперты улик у следователей из США кроме сомнительной аудиозаписи не было но именно тогда на широкие экраны вышел тот самый фильм о русском оружейном бароне с Николасом Кейджем винтовки гранаты ура патроны пушки гранаты фильм повлиял на общественное мнение а тайская эфемида пошла у этого мнения на поводу говорят эксперты Виктора Бута выслали в США наконец-то Бут у нас Иванькова преследовать не стоит с ним в России есть кому разобраться как и Шамтаем Калмановичем господа все идет как нельзя лучше поздравляю вас авторитеты Ванькова на родине похоже с годами его отсутствие только крепчал за помощью к нему снова потянулись предприниматели и криминальные главари низшего звена и япончик решал их проблемы за нескромные отступные а успешные сделки по привычке отмечал в ресторане это последняя видеозапись на которой Вячеслав Иваньков запечатлен живым ресторан тайский слон 28 июля 2009 года япончик в сопровождении телохранителей покидает заведение он выходит на крыльцо и тут же падает сраженной пулей охранники заносят раненого босса обратно в кафе укладывают на кушетку Иваньков истекает кровью уже скоро его привезут в Боткинскую больницу ту самую где пытались спасти жизнь от Али Квантришвили ранение Иванькова очень серьезное во время операции он переживает клиническую смерть но в итоге врачам удается вернуть пациента к жизни ночью Иванькову сделали экстренную операцию сейчас его состояние как объяснили в больнице удалось стабилизировать стреляли в Иванькова сразу два снайпера они засели в кузове газели которую припарковали в 70 метрах от ресторана кто стоял за этим преступлением до сих пор неизвестно а эти кадры через месяц были сделаны на месте гибели Шабтая Калмановича его автомобиль буквально изрешетили от 18 ранений он скончался на месте говорят Калманович знал о готовящемся на него покушении но решил не прятаться он как никто другой знал что и у мафии и у спецслужб очень длинные руки при себе у него были полтора миллиона долларов Шабтай хотел откупиться но денег у него не взял как Виктор Вуд причастен к терактам 11 сентября за что он поднял свой последний тост на свободе это традиция такого хорошего воинского образа кто и за что на самом деле убил Шабтая Калмановича чему в российских лесах преступники учили школьников так правильно убивать человека куда ему надо попасть чтобы там убить и кому удалось убежать от русской мафии и если вдруг машина какая-то машина с тобой сравнялась то есть это вот сразу такой первый признак ты начинаешь либо озираться либо прибавляешь скорость либо уходишь от него на что русская мафия была способна вчера кого-то клали в гроб распиливали двуручной пилой и на что будет способна завтра история постирали идет дай бог чтобы я ошибался гибель Калмановича можно было отсрочить в трагедии огромная доля вины на водителя авторитетного предпринимателя заявляет Виктор Гонин он и сам на протяжении пяти лет скрывался от бандитов ну как правило не сравниваться с автомобилями с рядом идущими в соседней например полосе и если вдруг машина какая-то машина с тобой сравнялась то есть это вот сразу такой первый признак ты начинаешь либо озираться либо прибавляешь скорость либо уходишь от него он вовсе не сотрудник спецслужб секреты выживания будучи приговоренным к смерти Виктор постигал на собственном опыте все свое вожу с собой да то есть как черепаха в багажнике его автомобиля есть абсолютно все для кочевой жизни лопата я не знаю ну вот в моем случае есть там и шампура и там этот мангал посуда спички соответственно против комаров там мази какие-нибудь или еще что-то спиральки различные ну удочки да само собой я все доставать не буду там вот тут посуду посуду пакет например подставка под попу скажем так чтобы не замернуть 10 литров воды вот все все это из того времени вот все осталось то время это когда Виктора преследовали сразу несколько преступных группировок за голову предпринимателя была объявлена награда убить его хотели за то что отказался подарить бандитам свой бизнес Виктор владел продуктовым рынком все кто торговали люди они торговали на улице зимой можете себе представить выложить все эти продукты и торговать на морозе в 20 градусов мороз до 30 бывает и больше соответственно ну было такое предложение построить крытый рынок то есть точнее не предложение даже необходимость была для города да и я это сделал вот я еще не успел даже я еще не открыл а в принципе места были уже распроданы то есть на этом рынке отсюда скорее всего и такое дикое желание этой группировки заполучить такой вакуумный кусок вот и во что бы то ни стало чтобы он был вот их пять лет Виктор без преувеличения жил в своем автомобиле днем мчался по автостраде на ночь заезжал поглубже в лесную чащу обычному человеку как вот в машине же трудно уснуть все таки неудобно и так далее вот а через какое-то время ты вот даже не ощущаешь не понимаешь что ты в машине во всяком случае сейчас я могу я могу спать и высыпаюсь в таких условиях чего раньше быть в общем-то не могу ему пришлось забыть о том что у него есть любимая супруга родители и даже имя приходилось там представляться чужими именами то есть даже свое имя то есть не это не называл потому что ну для того чтобы опять же все конспираться лишь об одном он должен был помнить постоянно бак бензина всегда должен быть полный то есть ты время от времени ты заезжаешь даже доливаешь его из свежих газет Виктор узнавал как русская мафия расправилась с кем-то в Южной Америке в Европе в такие моменты ему казалось что уж в подмосковном лесу его отыскать расплюнуть вы наверное слышали не только финансовые интересы какие-то совместные ну были группировки такая как Челябинская допустим которая смогла в другой стране в Венгрии взорвать самолет конкурентов понимаете того кого они преследовали от них хотели скрыться пытались там их обмануть там где-то затирались но они нашли вот они такое акцию устрашения сделали по аэропорту города Будапешта был взрыв самолет понимаете говорите что как это у нас длинные руки мы вас везде найдем но пока он держался вдали от больших городов ему ничего не грозило в них Виктор был вынужден заехать всего пару раз и его тут же находили столкнулся там с погоней за собой в Москве вот ну стало понятно что нельзя вставать в тот или иной ряд там вот заезжать там какие-то пробки там чтобы ты не мог выехать вот столкнулся столкнулся с покушением ночью это перед выездом там из Саранска ты уже понимаешь что ты ну ты должен общаться с меньшим количеством людей чтобы ты чтобы тебя не могли там никак выдать информация о тебе не должна не это не могла уйти куда-то вернулся в родной город Виктор когда узнал что практически всех бандитов посадили его рынок к тому моменту уже несколько раз перепродали сегодня мужчина впервые осмелился его посетить те же самые вывески где там хуры и так далее то есть по продуктам все то же самое и плитка там вся пошарпанная то есть с того же с того времени осталось рынок тот же а люди другие особенно по молодежи это видно то есть молодежь раскрашивает машины как-то их украшивать мы ранее старались люди не выделяться чтобы не попасть там под внимание группировок жизни Ванькова врачи поддерживали еще месяц после покушения в какой-то момент казалось что крестный отец русской мафии идет на поправку но затем наступило резкое ухудшение состояния и легендарный япончик скончался живых из тех кого специалисты называют генералами русской мафии остался только Виктор Бут россиянин не раз намекал что его дело сфабриковали спецслужбы США и что он готов обнародовать имена высокопоставленных членов американского правительства которым выгодно его пожизненное молчание не о Джорже Буш или речь и какую тайну узнал российский оружейный барон долларовую купюру в руках держал практически любой однако мало кто знает что эти самые доллары США уже на протяжении почти ста лет Соединенным Штатам Америки не принадлежат вот 50 российских рублей а вот и подпись владельца билет Банка России та же надпись на банкноте номиналом в сотню в пять сотен в тысячу и пять тысяч рублей то есть каждая принадлежит Российской Федерации а что же написано на долларах США банкнота в один доллар билет федерального резерва банкнота номиналом 10 долларов снова билет федерального резерва и так на каждой а что же такое федеральная резервная система финансовый кризис 2008 года как и все предыдущие за последние 99 лет возник по вине организации которая называет софедеральная резервная система США ФРС это восемь частных банков которые в начале прошлого века приватизировали печатный долларовый станок и лишили страну с самой мощной экономикой собственной валюты и независимости в мире беспрецедентный случай аналогов нет когда такая крупная страна как Соединенные Штаты Америки добровольно умудрилась передать свое право печатать деньги производить эмиссию доллара частной организации федеральной резервной системы во главе резервной системы потомки все тех же еврейских семей из Германии которые создали масонскую ложу череп и кости оппенгеймеры в артбурге шифы ротшильды как говорил ротшильд один из основателей федеральной резервной системы дайте мне возможность печатать деньги и мне глубоко безразлично кто и какие законы принимает в этой стране владельцы печатного станка вот кто составляет теневое правительство Соединенных Штатов Америки являясь членами тайного общества они внесли несколько существенных изменений в дизайн банкнот ну известно что отцы основателей Соединенных Штатов Америки были масоны и под это дело как бы выстраивался выстраивался весь символизм а что же зашифровано на зеленых банкнотах вот пирамида с глазом на вершине и надписью у основания многие этот ребус истолковывают так глаз принадлежит жестокому древнеегипетскому богу по имени Хор внизу правильная пирамида это система распределения богатств человечества уверены эксперты сильные миры сего на вершине и их мало а трудятся на них рабы они у основания и их много под пирамидой надпись нову сорда секлором в переводе с латыни звучит как новый мировой порядок русская мафия перешла дорогу самой могущественной тайной организации которая уже почти 200 лет перекраивает мир с целью собственной наживы в начале 2000-х все эксперты сходились во мнении что американской экономике грозит мощнейший за всю историю кризис внешние долги перевалили за 100 миллиардов инвесторы объявили что потребуют у США возврата долгов но утром 11 сентября они изменили свое решение весь мир соболезновал американцам ответственность за теракт взяла на себя аль-каида США объявили что обыщут каждый уголок на планете ради уничтожения Усамы Бен Ладена с новой силой разгорелись бои в Афганистане но эксперты уверены это был спектакль Америка воюет сама с собой 100% Бен Ладен это продукт Соединенных Штатов Америки который был создан ими и финансировался ими для того чтобы мешать Советскому Союзу в Афганистане затем он работал в качестве пугала долгое время он умер своей смертью иранские дозеранцы предоставили эти данные 5 лет назад специалисты делают сенсационное предположение теракт 11 сентября тоже организовали спецслужбы США для того чтобы весь мир поверил в существование Бен Ладена теневое правительство без зазрения совести пожертвовало жизнями 3000 человек и якобы в осуществлении этого плана им помог Виктор Бут поэтому зажечь мир это единственное спасение доллара просто единственное лучше всего чтобы пылал весь мир как в башню всемирного торгового центра врезался второй самолет видели многие но что врезалось в первую башню этот видеоролик гуляет по сети интернет настоящее это видео или подделка никто не знает однако на пленке запечатлено как в здании торгового центра вонзается боевой истребитель невероятно согласно официальной версии террористы захватили 4 лайнера 2 направили на небоскребы 1 должен был разнести капитолий но пассажиры перехватили управление и посадили самолет в поле а целью борта под номером 4 стал пентагон оказалось разрушено целое крыло пентагона но специалисты уверены в цитадель секретных служб врезался вовсе не самолет вот эти кадры сняла одна из уличных камер наблюдения этот белый объект маловат для самолета скорее похож на крылатую ракету а это интервью местные журналисты записали через несколько минут после взрыва ни по одному телеканалу оно так и не было показано я видел ракета с крыльями ударила прямо туда в пентагон и раздался большой взрыв по одной из версий агенты спецслужб через подставных лиц купили крылатую ракету именно у Виктора Бута помните фильм оружейный барон словно вы издевку там оставили этот монолог а главный торговец оружием это ваш босс президент Соединенных Штатов который продает в день больше чем я за год порой ему неудобно оставлять свои отпечатки пальцев на пушках иногда ему нужен честный делец ну вроде меня чтобы поставлять тем кому он поставлять не может когда Виктор Бут узнал что втянут в самый громкий теракт в истории он начал готовить план мести тогда по фальшивому обвинению его и упрятали за решетку но те кто устроил против Бута заговор забыли посвятить в свои планы судью минимальный 25-летний приговор оставляет россиянину шансы выйти на свободу пускай и пожилым человеком а приводить в исполнение вендетту можно и сидя за решеткой так что дело Виктора Бута вряд ли останется последним громким процессом в котором прозвучало словосочетание русская мафия всего за неделю до своего ареста Виктор Бут поднял вот этот тост Хочется пожелать чтобы вот эта традиция такого хорошего воинского братства всегда и долго передавалась поколению в поколение Есть такое выражение то есть война не закончена пока не похоронен последний солдат пока не будет вынесен обвинительный приговор Редактор субтитров